Здравствуйте, я Александр Герасименко. Я сегодня хочу процитировать вам одну фразу, которую я нашел в социальных сетях. Возпитайте в себе привычку каждый день что-то делать. Каждый день делать шаг вперед. Пускай маленький шажочек, неважно. Главное сделать. Звучит благородно, верно? Так вот, я утверждаю, что эта цитата, подобный вид мышления, испортила жизни огромному количеству талантливых людей. Нам всем знаком принцип Паретта. Он гласит, 20% усилий приносит нам 80% результатов. Эти 20%, как правило, действия, которых мы боимся, которые нам некомфортны. Но одновременно эти же действия самые эффективные. Эти 80% – это действия, которые нам комфортно делать. Мы можем долго в этой 80% зоне пребывать, но они минимально эффективны. Когда же мы выбираем делать маленькие шаги, эти мизерные, хотя бы что-то сделать, главное сделать шаг вперед. Что мы делаем на самом деле? Отсутствие прогресса в жизни формирует напряжение. Мы все амбициозные. У нас копится желание двигаться вперед, продвигаться, достигать успеха. Если мы не сделали сегодня маленького шага вперед, нам некомфортно. Формирует внутреннюю эмоциональную боль. Мы делаем шажочек. Фух, стало легче. Облегчение. Позднее со временем. Мы делаем один шаг сегодня, один шаг завтра, другой шаг послезавтра. Месяц, два-три проходит, и мы привыкаем делать маленькие шаги. Мы выпускаем напряжение, а не двигаемся вперед. Очень хорошую фразу сказал мой тренер Брайан Трейси. Брайан говорит, «Сuccessful people do what is goal achieving, and losers do what is tension relieving». Я переведу. Успешные люди делают то, что подводит их ближе к цели. Неуспешные люди делают то, что снимает напряжение. Вот эти маленькие шаги под час – это просто выпускание напряжения, ничего больше. У меня есть еще один тренер. Я познакомился с ним в 2005 году. Это наш русский миллиардер. Тогда он просто искал себе собеседника, чтобы поддерживать свой высокий уровень английского языка. И так его связи вывели на меня. Мы с ним так поладили на первом занятии, что проговорили 4 года. Это было полезнейшее общение для меня. Сейчас у меня огромное количество уроков и идей, которых я сейчас ношу в голове. Они просто передались этим человеком. И одно из вещей, которым он меня научил, было следующее. Он сказал, «Саша, никогда не делай мелочи. Ты погрязь в мелочах, и это сузит твое мышление. Не делай либо ничего, либо делай то, что максимально эффективно». Что он имел в виду? То, что мы привыкаем делать мелочи. За 30 дней формируется привычка. Делать мелочь – это привычка. Это очень краткосрочное мышление. Сделать один шаг сегодня – маленький вперед. Сегодня там мы выгадали. Математика простая, но это элементарная математика. Один шаг больше, чем ничего. Но в долгосрочной перспективе мы привыкаем выпускать напряжение. Один американский комик сказал прекрасную фразу. Он сказал, «Я пишу книгу. Я уже закончил нумерацию страниц». Так вот, не нужно нумеровать страницы. Что нужно сделать – это приступить к максимально эффективному делу. Американские тренеры-тайм-менеджменты говорят «worst first». Самое худшее первым делом, самое худшее – это, как правило, эти 20% самых эффективных действий. Вот именно здесь нужно себя фокусировать. И ни в коем случае не выпускать напряжение, формируемое отсутствием прогресса. Не нужно делать маленькие шаги. Подождите, соберите силы и скорайте силы выльются в 20% максимально эффективных действий. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи.